В Московской области реализуется партийный проект «Единой России за наших». Более 800 организаций и 1000 волонтеров со всего региона ежедневно помогают бойцам специальной военной операции. В их числе педагоги и воспитанники лингвистической школы городского округа Люберцы. За поддержку российских военнослужащих коллектив учреждения получил награду. Сразу при входе в лингвистическую школу размещен стенд «Наши герои». На нем фотографии пап учеников, которые выполняют свой воинский долг в зоне СВО. В этом общеобразовательном учреждении 5 семей в ожидании своих защитников и еще 6 в дошкольном отделении. Дети получают социальную поддержку от образовательной организации. Они пользуются бесплатным питанием, участвуют в кружках и мероприятиях по желанию родителей. То есть мама пишет заявление на тот или иной кружок в рамках дополнительного образования ребенку предоставляется бесплатное место. Помогать не только детям героев, но и им самим. С начала нового учебного года в лингвистической школе трижды проходил сбор гуманитарной помощи участникам СВО. Педагоги, школьники и их родители собрали более 4 тонн одежды, продуктов, медикаментов и средств личной гигиены. Мы общаемся с нашими коллегами в других городах, с другими главами и с какими-то просто нашими знакомыми. Все в эту работу включены. Нет ни одной территории, которая как-то осталась где-то в стране. Нету, значит, соответственно, безразличных людей. Все понимают, разделяют и все, конечно, ждут наших бойцов домой, чтобы все вернулись здоровые, в орденах. Конечно же, все семьи ждут своих отцов, сыновей. Поэтому мы не сомневаемся, что победа будет за нами, победа будет наша, все цели будут достигнуты. За активную помощь бойцам, которые находятся на передовой, Владимир Волков вручил грамоту коллективу лингвистической школы. Педагоги, в свою очередь, попросили еще одну награду – рассмотреть возможность установить в школе парту героя. Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.